Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и да знаю ребятки я прям зачастил с планшетами, но на рынок сейчас вышло очень и очень много интересных моделек, так что хочется попробовать все и сразу, разумеется вам об этом рассказать. Сегодня я приобрел вот такой вот довольно интересный аппаратец, это у нас девайс от компании N1 N-Pad Pro, максимально заряженная версия от данного производителя, ценника в районе 13-14 тысяч рублей, разумеется все зависит от курса, курс постоянно скачет, поэтому максимально актуальная цена данного аппарата будет в описании, под этим роликом оставлю ссылочку на магазин, где приобретал данный девайс. Итак, аппаратец у нас оснащается 8 гигабайтами оперативной памяти, 128 накопитель, довольно крупный дисплей практически с диагональю 10,5 дюйма, разрешение 2К, много других интересных моментов, полностью алюминиевый корпус, в принципе, хотя такое встречается довольно часто, но опять же в этом ценовом диапазоне планшет очень и очень интересный, кстати, тут у нас еще и вполне себе такое вот сносное железо, то есть трудяга-работяга на все случаи жизни с приставочкой Pro, ну а что в нем профессионального, давайте-ка разбираться. Итак, ко мне в Краснодарский край посылка шла примерно около 6 дней, может быть даже 5, почему спросите вы, потому что склад находится в России, опять же, отправляют довольно быстро, я брал там предыдущую модельку Air и тоже дошел в течение недели даже быстрее, так что, если что, с доставочкой, опять же, никаких проблем нет, несмотря на то, что покупался планшет на Алиэкспресс. Итак, ну а мы правильно приступаем к вскрытию, ребят, погнали! Итак, первым делом нас, конечно же, встречает уже, можно сказать, фирмовая, лаконично-минималистичная белая картонная коробка с логотипом компании N1 Powered by Android. Так, что у нас тут, ну, по-прежнему ничего такого сверхинтересного нет, на задней стороне тоже логотипы и некоторые технические характеристики. А, в принципе, вот тут у нас все обозначено. Итак, версия у нас на 8 гайд оперативной памяти, 128 накопитель, несок T616, 12-ый Android, аккумулятор на 6600 мАч. В принципе, такие довольно классические характеристики для данного сегмента. Посмотрим, как их реализовал производитель N1. И вот так нас встречает наш сегодняшний герой. Все в белых цветах, стильно, элегантно, как бы сказал один товарищ. И, ребятки, что у нас тут получается? Блок зарядного устройства, кабель USB-C на USB-C. USB-C, офигеть, да, действительно, USB-C на USB-C. Я надеюсь, тут есть поддержка быстрой зарядки. Итак, смотрим, что у нас тут есть. 20-ваттная быстрая зарядка, ну, не скажу, что предел мечтаний, но не десятка, не восемнашка. Ну, двадцаточка, окей, что ж, как говорится, сам красавец. Планшет, вроде как до... А, подождите, секундочку, добьем, что у нас тут есть интересного. Это, разумеется, руководство пользователя. О, есть русский язык. Так, и у нас тут, вы посмотрите, как они реализовали все это дело. Они положили скрепку, вот такой вот лоточек специальный. Ну, разумеется, скрепочка у нас для извлечения сим-лотка. Благо, у меня их вообще сотни. Так, пока что в сторонку. И давайте-ка смотреть, что у нас тут по самому планшету. Итак, вот сюда вот. И, о, смотрите, они вот тут наклеечку с подробными инструкциями по сборке-разборке сим-лотка. Прям трехтомник. Я думаю, мы бы, в принципе, не ошиблись. У нас можно поставить либо две на сим-карты, либо одну на сим-карту и карточку памяти. И ставить вот этой вот стороной. Тут все, чтобы никто не ошибся на английском, на китайском языке, еще на русском. Вообще на всех языках просто заспамили бы заднюю крышечку. Ну, ладно. Это пленка. Она удаляется, ребят. Не переживаем. N1, NBAT, PRO. Прыжечка максимально заряжена. Девайс от данного производителя. О, тут у нас динамики сразу четыре штуки. Что ж, довольно интересное решение. Ладно, давайте. А, и защитная пленка. Уже поклеена непосредственно дисплеем планшета. Эта транспортировка убирается. И защитная будет на дисплее девайса. Так, давайте-ка все это дело поубираем. И ознакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне N1 NBAT PRO находится довольно крупный дисплей с диагональю в 10,4 дюйма с разрешением 2К. Тут же у нас есть датчики и фронтальная камера. Справа, кстати, ничего нет. На левой же грани такая вот россыпь интерфейсов. Тут у нас есть USB-C разъем. Небольшое отверстие. Это у нас ресет, то бишь сброс. Следом идет качелька регулировки громкости и рифленая кнопка включения. На верхней грани у нас есть два стереодинамика и слот, инструкцию которого мы сейчас, собственно, подробно, детально изучили. Сюда можно поставить либо две нано-сим-карты, либо одну на сим-карту и карточку памяти. На нижней же грани у нас есть еще два стереодинамика. Итого получается четыре динамика громкоговорителя. Ну и на тыльной стороне нашего героя есть небольшая такая вот пластиковая вставочка, отличающаяся по цвету. Это, в принципе, нормально. Тут у нас находятся антенны. Кстати, сам корпус планшета, повторюсь, полностью алюминиевый. Тут же есть глазок основной камеры и вспышка. И да, также снизу есть логотип компании N1. Что ж, мои дорогие друзья, в принципе, по дизайну я ничем прям выделить нашего сегодняшнего героя на фоне конкурентов не могу. Ну, разве что, в принципе, собран он довольно качественно. Нигде ничего не люфтит, не скрипит, не болтается, клеюки не торчат. Там нет никаких-то каких-то кардинальных щелей, в которых можно ноготь загнать и так далее. Нет, в принципе, по сборочке никаких претензий за данный прайс планшетец вполне себе приятный. Ну и вот эти вот скошенные грани, такие вот более-менее современные решения. И он, не скажу, что он прям какой-то гигант, при довольно крупной диагонали его, в принципе, можно ухватить и держать одной рукой. Тут же нашел самый доступный, один из самых, наверное, доступных 10-дюймовых планшетов вообще на Алике. Это моделька Air. У нас тоже есть подробный детальный обзор этого планшета. В принципе, есть его вот так вот. Да он, блин, одинаковый по габаритам, если честно. Если даже не на миллиметр больше, но тут рамки чуть потолще. Все-таки аппаратец бюджетный, он стоит в районе 8 тысяч рублей. А при этом, обладая довольно неплохими характеристиками, обязательно, ребятки, посмотрите. Ссылочку на ролик я оставлю в описании, потому что это один из неплохо сбалансированных планшетов за данную стоимость. Ссылочку тоже прикреплюсь, кому-то интересно. Ну а наш сегодняшний герой, повторюсь, в своем ценовом диапазоне. В принципе, такой довольно крепкий середняк. По дизайну, по внешке, по сборке у меня никаких претензий к нему нет. Значит, пришло время знакомиться с его внутренностями, железом, интерфейсом и так далее. Сейчас мы запустимся, пройдем все необходимые быстрые настройки и продолжим. Итак, ребята, все готово. Наш сегодняшний девайс управляется подстоковым 12-м андроидом. То есть, тут нет никакой фирменной оболочки, надстройки или чего-то там другого, чтобы подъедала систему. Собственно, оперативную память, были какие-то дополнительные процессы в фоне и так далее. Это, разумеется, плюс, поэтому планшет должен работать вполне себе шустро. Напомню, тут 8 гигабайт оперативной памяти, 128 накопитель. Как по мне, сейчас максимально джентльменский набор с ценником в районе 13-14 тысяч рублей. Вполне себе неплохая конфигурация. Итак, ну, как я уже сказал, тут нет никаких фирменных надстроечек. Также не вижу никакого мусорного софта и так далее. Разумеется, все, что вы сейчас тут видите, это либо сервисы Google, которые идут прямиком из коробки, либо же это то, что я поставил на данный планшет. Это, опять же, тесты Antutu, еще какие-то бенчмарки, пубжек, стендов и так далее. То есть, чтобы протестировать нашего сегодняшнего гостя. Подождите, куда? Я хотел зайти в информацию о девайсе. Кстати, после включения нам сразу же прилетела обнова, и она была, ну, не сильно значительная. Там вроде на 40-50 мегабайт. Так, информация о системе. Вот он, 12-й Android. Сейчас обновлений уже нет. Ну, в принципе, я думаю, кое-какие заплаточки еще сюда будут подтягиваться. Вопрос по 13-му Android, конечно же, открыт. Но я думаю, планшетец останется на 12-м. Может быть, ну, обновы будут приходить, но в основном только косметического характера, как мне подсказывает опыт. В любом случае, так, ну, можно еще локально какую-нибудь кастомную прошивочку поставить. И вот основное беспроводное обновление. Сейчас еще раз прочекаем. Вы пользуетесь последней версией. Окей, ну, в принципе, так и есть. Возвращаемся обратно. Опять же, 12-ка вполне себе актуальная система. Тем более, она ничем, повторюсь, не нагружена. Ставим, что хотим. В целом, большое количество, собственно, оперативной памяти позволит держать в фоне довольно достаточное количество открытых непосредственно единоразово программ. Ну, одновременно. Что еще, ребятки? Ну, экранчик тут довольно крупный. Это не 10.1 классика, а 10.4. Поэтому, ну, опять же, тут немножко другое соотношение сторон. Поэтому, на самом деле, он не сильно крупный. То есть, при всем при этом, при том, что тут нестандартная у нас получается диагональ, он все равно довольно... Ну, как? Тут, смотря с какой стороны смотреть, в принципе, если сейчас пообщаться с 12-14 дюймовыми планшетами, то это покажется крохой. А так это все-таки больше, чем 10.1. Плюс немножко вытянутые грани. Поэтому видео будет смотреть, ну, на нем намного приятнее. Потому что оно будет прямо подстраиваться под экран нашего сегодняшнего героя. По сути, соотношение очень близкое к 16-9. Чуть-чуть немножко отличается. Напомню, все Google сервисы у нас предустановлены напрямиком из коробки. Остальное, так сказать, на ваш вкус и цвет ставим уже непосредственно из Play Market. Наболтаем яркость на максимум. Покажу то, что тут еще я обнаружил. Это довольно яркий дисплей. Белого цвета, к сожалению, тут нет, чтобы оценить. Это вообще серый какой-то. Так, ну, ладно. В общем, смотрите. Сейчас максимальная у нас получается яркость. Плюс мои зонты. И в целом планшетец неплохо так их перебивает. Поэтому, я думаю, днем там в машине навигатор там смотреть, я думаю, будет вполне себе удобно. Какие-то темные сцены в фильмах, я думаю, уже нет. Но это, опять же, лучшего за этот прайс экрана найти будет весьма проблематично. Так, ну, оставим где-то вот на этих значениях, чтобы всем было максимально комфортно и удобно. В общем, сейчас вставим... А, я уже поставил тест Антуту. Прогоню сейчас нашего сегодняшнего героя разиков 5 и посмотрим, что же он нам выдаст. Ну и в Антуту девятой версии наш сегодняшний планшет набирает вполне себе, опять же, предсказуемый для Unisoc T616 245 749 очков. В общем, результаты скачут в районе 250 тысяч баллов. Но, в принципе, если сравнивать по медиатековским чипам, это будет уровень Helio G88, где-то вот так вот плюс-минус. Но, если посмотреть по ценникам, смартфончики с подобной произвительностью стоят примерно плюс-минус точно так же. Но это у нас планшет, у него больше экран, там многие другие параметры и так далее. 8 оперативы, напомню еще раз, 128 накопителя. Так что, опять же, все адекватно. Я не могу сказать то, что вам произвительности не хватит, или вы сможете за этот же прайс найти что-то кардинально более мощное. Все адекватно для любых повседневных задач. Повторюсь, этой произвительности хватит за глаза. Там просмотра фильмов, видео на ютубе без пропуска кадров, там социальные сети, скроллинг больших сайтов и так далее. Там может быть таблицы, экселевские, вы там любите с ними работать, приложения навигации и так далее. Я, в принципе, сейчас тоже тестировал, работает без каких бы то ни было нареканий, может где-то что-то там проскочит мельком, прям самую малость. Но, повторюсь, это, в принципе, адекватный результат. Что касается игр, то, наверное, ребятки, это, опять же, низко-средние настройки графики в большинстве современных игр. Там геншик на низких, танки тоже советую на низких. Хотя, например, тот же стенд-офф, наверное, можно поставить вообще без проблем максимальные настройки графики, все выкрутить, и он упрется в 60 кадров. Может где-то что-то местами там в дыме проскочит, но очень-очень редко. Я думаю, играть можно будет вообще без каких бы то ни было проблем. Тем более, я опираюсь на опыт тестирования подобных чипов уже неоднократно. Т-616 был у нас уже много-много раз, это максимально популярный чип. И, в принципе, производители его ставят свои планшеты не просто так. Он, наверное, максимально доступный, плюс при всем при этом сочетает в себе неплохую производительность, как вы видите, за свой прайс. Если там PUBG New State и так далее, то снова ставим только низкие настройки графики, и, в принципе, можно будет поиграть. Ну и, ребятки, опять же, традиционная просьба. Если хотите, чтобы я сделал большой подробный отдельный тест игр с FPS, нагревом и троттлингом, просто прижимаем большие пальцы вверх, пишем одобряющий комментарий, набираем 1500 лочинских под этим роликом, и отправляем нашего героя на большой тест игр. N1 N-Pad Pro оснащается сразу четырьмя динамиками громкоговорителя, так что задел на хорошее качество звучания тут имеется. Притом, в данном ценовом сегменте обычно ставят стерео, максимум тут же получается четыре динамика. Отправляемся в нашу переносную библиотеку YouTube, напомним, версия на 128 мегабайт, из которых пользователь изначально из коробки прямо на самый сток было доступно около 115, что в целом вполне себе, я бы сказал, адекватно, но в любом случае у нас есть возможность поставить и карточку памяти. Напомню, звук у нас отсюда и звук у нас отсюда, и в целом довольно неплохо. Опять же повторюсь, я его оцениваю по оценнику, и четыре динамика не такое частое явление тут пока что. Есть низы, это главное, потому что обычно их не бывает в подобных планшетах. Объемное звучание в целом получается. Плюс, держим планшет так, и все динамики свободны. И так поставить. Да не, нормально. Звучит хорошо. Звучит хорошо. Так, 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 что у нас по камерам? Ну тут опять же классический набор. Фронталочка на 5 мегапикселей, по сути, для видеосвязи, видеозвонков и так далее. А основная может похвастаться главным сенсором уже на 13 мегапикселей. Итак, переходим. Подождите. Вот тут, она в менюшке, надо вытащить на рабочий стол. Итак, совсем согласен. Да, окей, хорошо. Это у нас, собственно, лицезреемый весь интерфейс основной камеры. В принципе, тут ничего такого сверхординарного нет. Можно вытащить, собственно, функцию видео, фото. Дополнительные поднастройки. Смена камер. Вот этот ярлычок у нас поменяет на съемку на фронтальную сразу. Сразу вспышка. Также есть режим HDR, сетка, таймер и так далее. Подождите-ка. Секунду. Видео. Максимальное качество записи видео у нас. Так, качество разрешения. Основная камера 12 мегапикселей, извиняюсь, получается тут. 5 мегапикселей фронталочка. И максимальное качество записи видео на основную камеру Full HD, на фронталочку HD. Опять же, с подобным мы уже, ребятки, встречались. Итак, ладно, что ж, давайте-ка пофоткаем, потестим. Посмотрим, что же нам выдаст по части фото и видеосъемки. Тест записи видеокамеры планшета N1 N-Pad Pro. Запись ведется в максимальном, ребят, у нас получается Full HD разрешение 1920 на 1080 максимальные настройки для видеосъемки. И вот такую картинку мы в целом получаем. Я могу охарактеризовать ее как адекватную, может быть без звезд неба, но что-то где-то по рабочим моментам подснять, конечно же, можно. Давайте-ка немножко усложним задачу, посмотрим, как он справляется с макросъемочкой микросхем. Так, ну в целом все вполне себе неплохо. Ну и вот так у нас снимает основная камера N1 N-Pad Pro. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут можно поснимать только в HD разрешении, то бишь 720p. В принципе, для WhatsApp, Skype и тому подобного фронталочка вполне себе сгодится. Разумеется, в 99% случаев она именно для этого и будет использоваться. Ну и по вашим просьбам решил сегодня записать непосредственно из помещения, не на улице, потому что в 95% случаев мы будем разговаривать, находясь дома. Так, ну и в целом можете оценить, как у нас снимает передняя камера N1 N-Pad Pro. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. Также посещаем все наши социальные сети, наш YouTube, Roto, Yandex, Zen, группу ВКонтакте. И, конечно же, сообщество в Телеграм, где я делаю посты с самыми крутыми, так сказать, ценами, скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов, так, разумеется, и на Алиэкспресс. Крайне полезная штука, ребята, если хотите действительно сэкономить. Все ссылочки на Телегу будут в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok